Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Катерина Корчагина, и сегодня я отвечу на один из самых часто задаваемых вопросов – как правильно подобрать камень. И действительно, мало кто из нас знает, какими методиками руководствоваться, чтобы подобрать камень, который будет вам служить верную службу. Итак, начнем с одного из самых распространенных способов – подбор по гороскопу. Что он на себя представляет? Все мы с детства знаем, под каким знаком зодиака мы родились. И поэтому мы смотрим, какую еду нам лучше покушать для того или иного знака, какого человека выбрать для своих отношений. И когда люди приходят в наши магазины, они задаются вопросом – как выбрать камень по гороскопу, который будет им подходить? Ну, начну с того, что в каждом магазине есть вот такая вот листовочка, где написаны минералы. Но вы и сами в интернете можете найти массу минералов, которые вам подходят по гороскопу или не подходят. Здесь пару слов стоит сказать о том, что гороскоп – это довольно-таки широкий такой формат времени. Он, как правило, там более месяца затрагивает, но там не указано – мужской, полженский, полгод рождения и так далее. Если уж вы решили подбирать минерал по гороскопу, то вы должны как минимум обратиться к астрологу, к людям, которые профессионально занимаются составлением гороскопов, чтобы он вам сделал так называемую натальную карту. И уже после этого вы с максимальной долей вероятности можете подобрать конкретно ваш камень. Но я хочу сказать, что на гороскопы не стоит, так скажем, забивать, да? То есть тот список минералов вы должны просто расширить ваш кругозор. Так, например, в нашем гороскопе помимо общепризнанных камней, таких как яшма, кварца и так далее, вы можете найти камни, которые встречаются реже. Так вот, например, сапфирин, хризопраз, чироид, то есть те минералы, которые вы не услышите на каждом углу. И, соответственно, вы можете обратить внимание на те камни, на которые бы вы в обычной жизни не запомнили бы, так скажем, эти названия. И, собственно, я и все наши специалисты активно помогают. Следующая методика подбора талисмана – это чакротерапия, да, по чакрам. Мы все с вами знаем, что чакры – это энергетические центры у человека, и каждая чакра имеет свой цвет. Соответственно, подбор минерала по чакрам – это не что иное, как цветотерапия, соответственно, видим цвет чакры. У первой, например, красный и черный, соответственно, подбираем минералы, соответственно, красного и черного цвета. А поскольку мир минералов, он такой разнообразный по своей цветовой гамме, то есть минералы, которые в себе два цвета содержат. Так, например, унакид розовый, зеленый, красный обсидиан, рыжий, красный, черный. То есть в одном минерале могут содержаться два цвета на одной или на несколько чакр. Эта методика действительно помогает, потому что мы рассматриваем чакротерапию, в первую очередь, как цветотерапию. У нас у каждого цвета есть своя длина волны. И воздействие на человеческий глаз, а затем и на определенные части мозга, у нас включаются те или иные рецепторы. Так известный факт, что детям с отклонениями в развитии дают карточки с яркими цветами, оранжевым, красным, чтобы у них определенные зоны мозга начинали возбуждаться, и у ребенка проявлялись навыки чтения, запоминания информации. То есть мы цветами стимулируем наш мозг. И в чем преимущество натурального камня? В том, что цвет создала сама природа, и этот цвет максимально комфортен нашему глазу и наиболее восприимчив нашим головным мозгам. То есть здесь, кто считает, что чакротерапия – это из серии какой-то, так скажем, хиромантий, что не совсем достоверно, но посмотрите цвет терапии, коррекция, так скажем, поведения и так далее – это все вполне работает. И если это не 100% медицинские, то как минимум околомедицинские темы. И еще одна из методик подбора минералов – это, так скажем, такой славянский метод подбора. Коль уж мы с вами поговорили сначала про гороскопы, а гороскопы – это у нас восточная методика, все-таки русскому человеку она не так близка. То я сейчас вкратце расскажу про методику подбора минералов по чертогам. Чертоги – это, так же как и гороскопические знаки, это наши славянские боги, так скажем, которые славянскому народу помогали в охоте, в хорошей погоде, в сборе урожая. И вы можете посмотреть, это очень интересно, то есть там не такие, скажем так, звери, которые в восточных гороскопах, а такие вот русские, славянские – лось, волк, финист, медведь. То есть вы можете даже ради интереса посмотреть, какие камни вам по вашим чертогам, посмотреть, какой ваш чертог согласно дате рождения. И, соответственно, вот эту информацию тоже взять на заметку. А вообще, в заключение, я бы хотела сказать, что подбирать камень лучше всего по наитию, потому что, когда вы идете, допустим, выбирать себе новую одежду, вы же смотрите, она вам нравится или не нравится, притягивает или отталкивает. Так же и здесь. Вы пришли, посмотрели все многообразие минералов и задумались, нравится вам прозрачные или непрозрачные, яркие или более мягких тонов камни. Вам нравятся природные кристаллы или окатанная галька в форме пирамиды, например, или шарика. И когда вот вы выбираете, происходит так называемая вот эта вот магия выбора, и вы влюбляетесь в этот камень, и, конечно, камень, который вы выбрали самостоятельно, будет вам нести самую положительную энергетику. Поэтому приходите, и мы с удовольствием вам поможем вместе подобрать камень. Любой специалист компании «Урал Минерал» обладает этой информацией, и вы можете задать любой вопрос, который вас интересует.